Весник Северодвинска о спорте. Совсем недавно наш город и прежде всего спортивную общественность потрясла новость о страшной трагедии, аварии, в которой погиб Максим Шикалов, известный в городе футболист. Он был игроком команды «Севмаш». В ту ночь погибло трое человек. Максим оказался одним из пассажиров. В минувшие выходные его память почтили футболисты в зале «Фокстроитель». В этом сезоне Северин и Севмаш на первенстве области по мини-футболу встречаются впервые. Матч стал памятным и принципиально важным. В этот день молчали даже барабаны болельщиков Северина. С начала тайма между командами началась упорная битва. Первыми распечатать ворота противника удалось игрокам Северина. Затем и второй мяч они записали на свой счет. 2-0 введут красно-белые. Все попытки Севмаша отыграться закончились неудачей. А вот Северин забивает еще три гола. В итоге счет первого тайма 5-0. Я думаю, забея при счете 1-0 хотя бы 1 или 2, совсем бы игра по-другому складывалась. А так пропустили 1-2, 3-4. Очень тяжело отыгрываться при таком счете. При счете 4-0 команда всегда можно отыграться во втором тайме. Причем и после 5-0. Самая главная была задача не пропустить во втором тайме. Однако и это Севмашевцам не удалось. Северин забил еще 5 голов. Счет пошел на десятки. Впрочем, Севмашу все-таки удалось разбавить сухой счет голом в ворота противника. Но на это красно-белые отвечают еще четырьмя. В итоге 14-1 в пользу команды Северин. По поводу команды Севмаш, о чем говорить, они выше нас в турнирной таблице чемпионата области. И обыгрывать нам надо было их обязательно, чтобы бороться дальше за медали. Я считаю, что мы, скорее всего, им, наверное, больше шансов и не дали. Было пару моментов у них. Но я считаю, что мы справились замечательно с этой командой сегодня и заслужили эту победу. Теперь впереди у обеих команд игры с гостем из Вельска, командой «Спартак». Серия матчей начнется в эти выходные. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова